Добрый день, даже доброе утро. Ну вот долгожданная прохлада. Сегодня расскажу про своего брата Святослава Ещенко, троюродного. То есть мой отец и его отец, двоюродные братья. В пятницу был у невролога. Они все поражаются. Как я шевелю руками. Можно иголку засовывать под ноготь, я ничего не чувствую. Я обжигался уже много раз, меня мясом завоняло. Ничего не чувствую, но я ими шевелю. То же самое со стопами. Они парализованы. Я хожу по филу. Я падаю иногда. Причем конкретно раз как упадешь в хорошие одежды, не идешь, грязь, бабах. Ну не переживай, я все принял это. Принял давно. Но перейдем к Святославу, моего звена Слава Ещенко. Мои родители с ним общались много. Я нет. Ну может раз 7-8 за всю жизнь видел с ним. Встречался. Как бы это. Не может быть два солнца на небе. Когда я заболел, он, будучи в Перми над двумя концертами, сразу же приехал. Занимался со мной несколько часов. Он, там, кришнаит. Он просто это не афиширует. Со мной несколько часов занимался. Поднимал меня. Мы с ним какие-то практики там, ведические делали. И как он сам сказал потом, я вышел на сцену и забыл слова. Я столько энергии потерял. Больные люди всегда со знаком минус. Они как вампиры. Больные и очень старые. Всегда они как пылесос. Энергию. Я про это говорил. Уже. Ссылка на пост энергетические вампиры. В описании, пожалуйста. Это всегда происходит. Механизм забора энергии непонятен. Никто его не знает. Как это происходит. Но я убежден, что это есть. Вот бывает, вот бабушка вот-вот помрет. 80 лет, еле ходит. К ней внучка подселили или внучку. Типа, чтобы ей потом квартира на осталось. Оп, бабушка еще 20 лет живет. Так она подпитывается каждый день. Это сплошь и рядом. Естественно, вот этот вампиризм, он не специально происходит. Есть какой-то механизм, который засасывает энергию. Так вот, про Славу говорим. Он мне предложил денег. Я говорю, Слава, ты что? Нет. Такая гордость у меня всегда была. Принципиальность. Все, я прованили его, он ушел. На свои там концерты ему, через уже 3 часа концерт, такси заказал. Между Валерой, откуда эта пачка денег лежит? Я говорю, какая пачка денег? И на столике, в коридоре лежит 47 тысяч. А это 13-й год, это очень снушительная сумма для нас. Правда, денег вообще не было. Это Слава оставил. Вот такой человек. Троюродному брату помог больше, чем вот родной мне помог. Мне родной брат так никогда не помогал. Он в жизни, ну как все хорошие юмористы, все хорошие клоуны, слегка депрессивный. Ну, это как бы даже какое-то название существует. Не знаю, получился ли ролик интересным. Ну, всем спасибо, всем пока.